В студии православного телеканала «Союз» беседа с батюшкой. С вами Михаил Карелин. Здравствуйте, дорогие телезрители. И сегодня наш гость в студии и руководитель Патриаршего Центра Древнерусской Богослужебной Традиции священник Иоанн Миролюбов. Здравствуйте, отец Иоанн. Благословите наших телезрителей. Бог благословит молитвами святых отец. Дорогие друзья, тема нашей беседы с отцом Иоанном – старообрядчество и Древнерусская Богослужебная Культура. Отец Иоанн, вы возглавляете Патриарший Центр Древнерусской Богослужебной Традиции. Чем занимается этот центр? Какие задачи перед ним поставлены Святейшим Патриархом? В 2004 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви создал комиссию по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством. Эта комиссия находится при отделе внешних церковных связей. И по ее названию видно, чем она занимается. Это две основные такие темы. Это регламентация деятельности, старообрядных приходов, координация их деятельности, старообрядных приходов, которые находятся в составе Русской Православной Церкви, и все темы, которые касаются взаимодействия со старообрядчеством. Старообрядчество, так будем говорить, чтобы нам правильно в течение одной передачи используют один термин однозначно, это те старообрядческие согласия, которые находятся вне Русской Церкви, то есть в состоянии раскола. И вот для реализации программ этой комиссии, для реализации тех планов, которые одобрены, а в эту комиссию входит очень большое число и архиереев Русской Церкви, это авторитетная комиссия, создан такой центр, как реальный рабочий орган, который мог бы выпускать и литературу для старообрядных приходов, и иметь возможность как-то подготовить кадры для таких приходов, и собирать информацию, изучать служение этих приходов, проблемы, которые возникают. Иногда в епархии надо выезжать для того, чтобы на месте разобраться с какими-то обстоятельствами. А другая сторона деятельности, да, очень важно иметь определенную еще научную программу вот в этой области. А вторая сторона деятельности – это взаимодействие со старообрядчеством, реальные контакты, реальные общие дела, какие-то общие темы, взаимодействия, какие-то совместные мероприятия. Это очень широкое поле деятельности. – Отец Иоанн, старообрядческие приходы, церкви, храмы, они находятся в подчинении у московского патриархата, или это самостоятельная иерархия? – Чтобы не было опять же путаниц. Очень близкие слова, которые часто вызывают недопонимание, потому что не всякие с этим соприкасаются непосредственно. Обычно, если говорят о старообрядческих приходах и о старообрядцах, это вот, как я сказал, это те люди, которые держатся старого обряда и которые находятся вне лона Русской Православной Церкви. Это приходы, которые возникли на основании тех людей, которые в состоянии вот такого тяжелого раскола, церковный раскол – это всегда очень тяжелое, горькое дело, ну, середины 17 века. А старообрядные, вот чтобы не путать старообрядческие со старообрядными, старообрядные или раньше они обычно назывались единоверческие приходы, очень хорошее еще название – православные старообрядческие приходы. Это те приходы, которые находятся внутри Русской Православной Церкви. Они подчиняются своим правящим архиереям. Я вот как клирик Москвы я подчиняюсь непосредственно, ну, через благочинного, конечно, непосредственно, святейшему патриарху, как епископу города Москвы. Такие приходы есть в других епархиях. Всего на сегодняшний день примерно, ну, около 30-25-30, так, смотря как их считать, по каким критериям, приходов, в которых соблюдается старый обряд, и которые находятся внутри Русской Православной Церкви. Хочется все-таки еще уточнить, понять. Вот старообрядчество и древняя богослужебная культура – суть одно, или эти понятия различны? Обычно старообрядцы, ну, это вот, как бы сказать, в известной степени пафос, может быть, этого движения, что вот они сохранили все наследие Древней Руси, и что у них совершается богослужение таким вот образом, в такой форме, по крайней мере, внешне, как это было до раскола. А раскол произошел в середине 17 века. Это в большей степени действительно так. Выходит, что это очень ценно. Это очень, ну, для русской культуры, конечно, очень ценно. Надо добавить только, может быть, все-таки какое-то примечание, что в течение вот этих вот 350 лет, когда мы состояли в состоянии раскола и который продолжает оставаться, ну, в общем-то, вот с этими обществами старообрядцев тоже происходили какие-то движения. Очень был своеобразный период 200-летней удаленности их вообще от какой-либо иерархии церковной, когда приходили беглые священники, которые с собой приносили тоже какие-то обычаи, традиции. Одним словом, с научной точки зрения может ставиться так вопрос, насколько адекватно соответствует современная старообрядческая практика вот именно тому, что происходило в 17 веке. Что касается поповцев, то очень близко. Что касается старообрядцев, которые не имеют церковной иерархии, конечно, это уже другое богослужение, которое не имеет вообще таинств. В какой-то степени да, потому что совершать богослужение без священника это была, в общем-то, приходская практика в многих местностях русской церкви. Поморский устав формировался на севере, там, где священник обслуживал несколько приходов, и была реальная практика, как совершать богослужение, если отсутствует реально богослужение священника. Но если мы сейчас, исходя из сегодняшней практики, турковной, вот посмотрим на такую общину служения без священника, конечно, это просто паразит, потому что много что и непонятно будет. Хотя, повторюсь, такого вида богослужения существовало и до раскола. А вот что касается конкретно старообрядных приходов для нашего центра, ну, есть интерес и научный, и исторический, и понятный, и оправданный, и, в общем-то, попытаться восстановить что-то, то, что было и раньше. Мы стараемся использовать самое древнее из того, что мы можем сейчас реально иметь. У нас, может быть, в стакеновонной пении это более древнее пение, чем то, которое в большинстве сегодняшних старообрядческих приходов. Если нам удастся, и мы сможем научно реконструировать какие-то пласты богослужения, то попробовать служить по студийскому уставу. Вот известно ведь то, что богослужение в русской церкви менялось. То, что мы имеем в середине 17 века, это совсем не то, что было при крещении Руси. Тексты были другие, редакция текста была совершенно другая. Если сейчас старообрядцу, который считает, что он имеет перед собой те книги, которые были когда-то при князе Владимире перенесены на русскую землю, он не сможет эти книги читать. Там вообще нет разделения слов. Там другая лексика. Это совершенно другая редакция текстов. И вот попытаться найти вот возможности, хотя бы ради какой-то научного, может быть, интереса, культурного интереса, еще раз говорю, на такие службы восстановить, это очень важная задача. Правда, разумеется, такие службы вряд ли могут быть такими массами. Это скорее для каких-то, ну, для того же, может быть, научного интереса, для того, чтобы специалисты могли посмотреть, и могли бы что-то обнаружить, вот ту глубину литургического творчества, которое было заложено вот в этих древних пластах. Практически, конечно, нас вполне удовлетворяет служба середины XVII века. Наверное, все-таки, в моем понимании, это была вершина литургического творчества. Дальше немножко иной был путь развития благослужения. Предлагаю к этому вернуться чуть позже, а прежде попрошу вас ответить на вопрос нашего телезрителя из Белгородской области. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка Михаил, у меня такой вот вопрос, или, может, даже я так считаю. Это все раскол произошел из-за того, что Пьед Первый навязал нам западные ценности, протестантизм в церковь попал и прочее все. Потом те люди не согласились с этим и пошли в раскол. Еще неизвестно, что лучше было для России. Если Пьед Первый и власть не вмешалась в деятельность церкви. А знаете, власть, когда влазит церковь, это кончается плохо. И революция большевистская закончилась. Спасибо за вашу реплику. Что ответите? Я не могу ничего, так сказать, вопреки глаголу. Это совершенно правильно человек понимает. Здесь можно только какие-то вставить акценты, потому что вопрос-то очень глубокий. Не при Петре ведь все началось. Конечно. Началось пораньше. На 150 лет раньше. Но не на 150. В середине 17-го века. Да, это за 50 примерно лет раньше Алексея Михайловича, который уже определенным образом был положен взгляд на Запад. И Петр это было уже как следствие, может быть, того, что было изначально заложено. Разумеется, с точки зрения старобрядцев, или, может быть, даже можно сказать, вот знаете, словами Святейшего Патриарха. А для нас это наивысший авторитет. И тут уж мы, если что мы слышим, то мы можем повторять. Святейший Патриарх неоднократно говорил, что была попытка, прежде всего, конечно, начиная с Петра Первого, на русскую землю внести некие коды совсем иной цивилизации, западной цивилизации. Ценностный код совершенно другой, менталитет другой. И мы знаем, что это ведь закончилось, эксперимент закончился неудачно. Все-таки русский человек остался русским человеком, и мы видим, как в церковную жизнь, ну, входит, в общем-то, все-таки снова то, что соответствует психологии нашего характера. Старобрядчество возникло, да, вот как раскол возникло за 50 лет до Петра, но оно не имело такого массового характера. Не было такого, может быть, подъема, может быть, не было такого решительного протеста, столь глубокого и столь широкого. Но когда начались Петровские ломки и всего вот национального, можно сказать, достояния культуры и обычаев, это был массовый уже протест. И дальше больше. Мы, если будем смотреть на историю России, вот синодального периода, 18-го века, 19-го века, особенно 18-го, это совершенно другая эстетика, это другие ценности, это другое понимание мира. И, разумеется, в душах людей рождались, ну, самые, может быть, радикальные догадки. И это логически понятно, и можно этому сочувствовать, и можно это понять. Поэтому человек правильно ставит вопрос и правильно это понимает. Спасибо, батюшка. Но все-таки в чем вот отличие раскола от ереси или парсинагоги? Есть такое каноническое правило, второе правило Василия Великого, который пытается, ну, он очень, не то, что пытается, он очень точно определяет формулировки, вот что существует три рода отдаленности от церкви. Есть такие общества, у которых сама вера уже настолько отлично в догматах, в каких-то основах вероучения от того, что нам заложено Христом и то, что хранится в церкви, что тех людей, которые переходят вот из таких сообществ, их вообще нужно крестить, потому что они непонятно, как они вообще исповедуются, христиане ли они. Или если христиане, то, может быть, очень номинально, просто по названию Христа, но не по вероучению. Есть сообщества, которые по каким-то дисциплинарным, может быть, таким второстепенным, невероучительным или отчасти по каким-то мелким моментам вероучения отошли от церкви. Это так называемый второй чин, который принимается через миропомазание. И есть такие отделения, которые, ну, в силу исторических причин, иногда бывает личных причин, чаще всего земных причин, бывает, что и какие-то церковные могут быть между собой несогласия. Но такое разделение, которое подразумевает под собой вполне реальное лечение. Мы знаем, что существует много сейчас таких группировок, которые, к сожалению, не находятся внутри русской церкви, но которые имеют какие-то там второстепенные или тридцепенные обоснования для того, чтобы считать себя самостоятельными группировками. Вот это такие самочинные сборища, так сказать, говоря языком канонического права прошлых веков. И с точки зрения, как бы сказать, подхода к тому, что в себе содержат старобрядцы, на самом деле это вот те люди, которые находятся в таком разделении, которое могло бы легко лечиться. То есть, по идее, их можно было бы принимать вот этим самым третьим чином – покаяние. Просто, так сказать, покаявшись в том, что в силу ряда причин люди находятся в состоянии раскола, а причина здесь и вина, в общем-то, не этих людей, даже не их родителей, с моей точки зрения. Чусть покаяние. Пришел к священнику на исповедь, а ты становишься членом церкви. Но ведь при таком более глубоком рассмотрении-то оказывается, что те люди, которые к нам приходят от старобрядчества, они приходят либо из согласий поповских, либо из беспоповских. Беспоповские согласия уже просто заранее априори, как сказать, вот и декларируется, что у них нет священства. То есть, люди крещены мирянами. Из тех старобрядческих согласий, где есть священство, но апостольское преемство находится под сомнением с точки зрения русской православной церкви и других православных церквей. То есть, священство, что эти благодатные таинства не содержатся вот в этих старобрядческих направлениях. По крайней мере, таковы были определения синодальные до революции. Их никто не отменял. И существует ли какая-то основание для того, чтобы как-то их менять, это вообще требует очень большого изучения и разбора. У нас есть голоса в сторону того, что можно было бы и признать. Существующие старобрядческие иерархии есть голоса против. Священноначалий на сегодняшний день не видит таких глубоких основательных изменений, чтобы пересматривать этот вопрос. Поэтому, если к нам люди даже переходят из тех иерархий, в которых есть священство, все равно не принимаются все старобрядцы через миропомазание. По той простой причине, что во время крещения они получали крещение, а надо сказать, что у старобрядцев оно совершается погружательно. И это их великое достоинство в этом состоит уже. Это правильная форма совершения крещения. Но признать, что они миропомазаны, в одних случаях мы не можем, а в других случаях они и понимают, что они не были миропомазаны, если они без поповских согласий. То есть, на сегодняшний день общий прием старобрядцев совершается вторым чином, через миропомазание в Русскую Православную Церковь. При этом они не рассматриваются как, говоря терминологией средних веков, или тем языком, которым говорил Василий Великий, их рассматривать как отступников или литиков второго чина мы не можем. Это в силу обстоятельств. Они принимаются через миропомазание. Спасибо, отец Иоанн. И к вам еще один вопрос. Новгородская область у нас на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот родители... Продолжайте. Родители были старобрядцы, староверы. Сейчас все пристили в эту веру. А я сейчас вас слышу, старобрядцы, староверы. А что это относится к староверам, а что старобрядцам? И вот еще. Я вас крестил батюшка, конечно, когда была еще маленькая. А сейчас я хожу в церковь. Не грешу ли я? Вот это своим приходом. А как можно ходить в церковь и при этом грешить? Нет, потому что я старобрядчина. А ходите в русскую православную церковь? Ну да, потому что мне здесь больше нигде нет. Но перед русской православной церковью вы уж точно не грешите. А вот как к этому могут отнестись ваши родители или ваши родные? Другой вопрос. Ну, сначала, может быть, что касается названия старобрядцы и староверы. Староверы – это самое название. Вот они сами считают так, что они хранят старую веру. Старобрядцы – это скорее внешнее название. И многие старобрядцы не очень довольны, когда их так называют. Иногда даже обижаются. Есть и такие случаи. Потому что старобрядцы – это подчеркивает то, что различия сущности происходят только в обряде. Они считают, и многие считают, что отличие более глубокое. Ну, может быть, стоило бы высказать свою точку зрения на этот счет. Мне кажется, что более приемлемо, конечно, название старобрядцы. Потому что, на самом деле, это именно вот это разделяет. Если задать такой вопрос, как они сами считают старобрядцы, вот есть ли догматические, такие вероучительные разделения? Есть определенная категория, не маленькая, среди старобрядцев, которая будет говорить, да, конечно, есть. Вера у нас другая. Вот у вас новая вера, у нас старая вера. Мы иначе мыслим. Но есть точно такая же довольно серьезная по численности категория старобрядцев, которая будет всячески говорить и убеждать, что да нет, никаких вероучительных разделений нет. И, собственно, они правы. Действительно, никаких вероучительных разделений нет. Есть нечто другое. Есть то, что можно назвать правилом веры. Мы знаем, что при всем том, что существует одна христова церковь православная, но есть очень разные традиции. Есть традиция греческой церкви, есть традиция грузинской церкви и многих других. Богослужения часто отличаются, дисциплина часто отличается, представления о многих вещах бытовых очень часто отличаются. Вот если говорить о таком психологическом укладе, если говорить о ношении этой веры, о том, как она приложима в быту и в жизни, конечно, у старобрядцев в этом смысле не могут себя считать староверами и в какой-то степени правильно так называть это слово. Потому что это своеобразный стиль поведения, это своеобразная система ценностей по отношению к миру и к поведению. Это определенная регламентация какого-то своего быта. И когда они встречают нечто другое, вот возникает какого-то рода противоречие. Разная дисциплина, разный подход к многим вещам. Но, опять же, при каком-то более-менее таком обстоятельном разговоре выясняется, что в конечном счете мы все равно приходим к каким-то таким знаковым вещам. Вот текст не такой, или поклонение не такое, или не в ту сторону, или как-то иначе. То есть, в конце концов, все-таки это все выходит чаще всего на такие обрядовые моменты. Но не стоит, наверное, сбрасывать со счета вот этот вот самый главный вот такой вот менталитет. Знаете, я, может быть, попытаюсь для понятности какой-то вот один такой простой пример привести. Он очень такой, мне кажется, наглядный. В свое время меня старообрядцы когда-то посылали в старообрядческой общине учиться в православные школы. Речь идет о, тогда называлась Ленинградская православная семинария, академия, учился и там, и там. И вот ко мне приезжали часто, ну, не часто, в всяком случае были такие случаи, когда приезжали друзья посмотреть, поинтересоваться. Это было совершенно новое явление, когда пригласили для учебы в православные школы представителей старообрядческих согласий. И вот представление человека оказывает какой-то, ну, шок он практически испытывает. Когда, скажем, видя, как некий семинарист идет по коридору духовной школы, а в петербургских школах носили и сейчас носят подрясники студенты. И вот он при всем при этом успевает как-то вкушать яблоко, скажем. Для такого обыденного сознания, ну, что ж, ну, человеку захотелось он есть. В старообрядческом понимании это просто немыслимо, потому что если человек собрался делать такое важное дело, как принимать пищу, он должен перед этим помолиться. Он должен на этом сосредоточиться. Это определенная культура поведения. Это определенная модель поведения. Правда, я сразу скажу, что вот отсюда как раз и нужно искать результаты экономического успеха старообрядцев. Не в каких-то там особенных тайнах, а именно в том, что если они уже брались за какое-то дело, так они на этом сосредотачивались и это дело делали. С молитвой. С благословением. Так вот, я попытался вот ответить на такой вопрос, существует ли вот какая-то разница в мироощущении. Конечно, существует. Опять же, с той поправкой, что, ну, а, собственно говоря, сегодняшний старообрядец, если он живет не в старообрядческой среде, если он родился и вырос в городе, воспитывает его хорошо, если не улица, а какое-то другое сообщество все-таки там, где он находится. Но если ему удается сохранить свою такую вот оригинальность мышления и мироощущения, это чудесно. Вот по моим наблюдениям, к сожалению, это не удается. Как правило, не удается. Особенно молодежи. Теперь вопрос о том, совершается ли грех. Ну, вот, знаете, не существует такое представление, что человек должен умереть в той вере, в которой он родился. Ну, это обычно такое обыденное сознание. Это такой непростой вопрос. Может быть, человек все-таки должен, как сказать, в жизни что-то пройти, и если перед нами наша душа в своем развитии приходит на какую-то новую ступень сознания, так, может быть, не нужно перед ней останавливаться. Весь вопрос вот такой бытовой часто вот в чем. Если есть какая-то среда, если есть какая-то старообляческая община, если сохраняется это все в семье, семья поддерживает эту веру, эти традиции, эти обычаи. Вот есть в городе или в соседнем городе или в селе вот такая вот старообляческая община. Ну, там как-то и вопрос-то не возникает. Вот все вот так вот и держат этот обряд или эти традиции, или эти обычаи. Но могут быть, конечно, и у людей мысли-то появляться. А стоит ли на сегодняшний день находиться в состоянии раскола? Может быть, люди читают литературу, люди думают, люди молятся, люди начинают осознавать миг вокруг себя и, может быть, как-то его переосмысливать. А вот если человек оказался просто совершенно в таком изолированном почти положении, в свете с родственниками, нет единоверцев никаких, нет. Живет он в такой среде, где про старообрядцев и не знают, и не слышат. И вот при всем при этом он, скажем, отделен от церкви, не хочет туда ходить или не может туда, или боится туда ходить. Я думаю, что такому человеку нужно помочь. Вот в такой, в частности, например, все наши приходы, старообрядные, для этого открыты. Любой человек, который приходит к осознанию тому, что вот эта вот изолированность, это есть само по себе зло. Само по себе зло есть раскол. Сам дух христианства и в том, что Христос своим подвигом, своей крестной смертью, он создал тело Христово, он создал церковь. Она должна быть одно тело. Все, что от него отчленяется, это всегда боль, это всегда горе. Можно думать о том, кто прав, кто не прав, и какие были исторические ошибки, и, может быть, за это нужно принести покаяние, и, может быть, какая-то страна должна за это пострадать. Это другой вопрос. Другой в том, что сердце наше при этом всегда обливается кровью, когда оно видит разделение. Это ненормально для христианского сознания. Всегда. Но вот когда возникает такое, такие вот мысли у человека, он может вдруг, даже не вдруг, а с моей точки зрения, это вполне нормальный, естественный процесс. Когда он начинает читать литературу, приходит к тому, что нету сейчас достаточных оснований. Мы живем не в 17 веке, не в 18, и даже не в 19. Для того, чтобы быть, как бы сказать, вне церкви и в таком вот разделении. Ну, тогда человек делает какие-то другие шаги, он входит в церковь. Вот, например, наши приходы старобрядные, они готовы помочь адаптироваться к такому человеку. Они готовы оказать ему помощь, потому что если он привык молиться в какой-то определенной манере, в какой-то определенной среде, с определенным таким богослужебным настроем, ну, для него, конечно, будет легче оказаться внутри русской церкви, в таком приходе, где будут похожие или более-менее похожие обычаи, чем на те, к которым он привык. Отец, я предлагаю к вопросу адаптации вернуться еще чуть позже. Пока попрошу вас ответить на вопрос, на звонок из Новокузнецка. Понятно. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста, Новокузнецк, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сначала хотела бы сказать реплику. Не бывает веры ни старообрядческой, ни православной. Вера, она всегда есть сфера, и у нее нет определенных. Но у меня вопрос в другом. Если у вас старообрядческая церковь, то как вы отмечаете Пасху? Так же, не православная или в другое время? Спасибо. Как бы празднуем Пасху? В то же время. Ну, во-первых, вопросы лучше... Это, может быть, я не совсем правильно понял вопрос. Но, вообще-то, мне кажется, что я больше склонен понимать такие... И слушать такие вопросы, где нет утверждения, где есть вопрос. В данном случае я услышал очень интересную вещь, что вера... Нет такой православной веры. Вера православная, конечно, есть. Вот старообрядческая вера, я такой не знаю. Некоторые думают, что она есть. Я думаю, что у них такая же православная вера, как и у нас. Вера бывает и немножко другая. Бывают и христиан разные между собой веры. И разные вероисповедания. Есть протестантские, например, вероисповедания. Есть вообще нехристианские вероисповедания. Но что касается конкретного вопроса в отношении Пасхи, то, видимо, человек просто не совсем хорошо информирован. Старообрядцы празднуют Пасху так же, как и все остальные. Здесь никаких расхождений нет. Они хранят те обычаи в русской церкви, какие были при крещении Руси. Пасхалию никогда не меняло ни старообрячество, никогда не меняла русская церковь. Это всегда одни и те же праздники. Бывает в некоторых моментах небольшое расхождение, когда праздник переносится. В старину не всегда это делали так, как это делают сейчас. Бывают такие праздники, например, Благовещение или какие-то другие, которые по богослужетному уставу может не вполне совпадать. Или родительские недели. В 17 веке была одна практика, сейчас другая. Но это очень тонкий вопрос, очень мало кто его понимает. Не думаю, что всем телезрителям было бы интересно. Но что касается пасхалии, никаких проблем нет. Это всегда одни и те же даты. Батюшка, а существует ли противоречие, касающееся догматов и таинств? Вот принципиальный вопрос. В отношении догматов немножко у нас уже речь шла. Нет такого догмата, который был бы у старообрядцев или который бы иначе понимала бы, скажем, русская церковь. Да, это одни и те же, конечно, вероучительные документы. Но есть трудность такого плана, терминологическая. В литературе 17 века и раньше, вот такая средневековая русская литература, крестное знамение тоже называлось догматом. Вот для старообрядцев он формальная основа для утверждения, что он имеет другую веру. Мы ему говорим, у нас одинаковые догматы. Вот как же одинаковые, если крестное знамение у нас разное. А это по нашим книгам тоже догмат. Вот мы приходим к точке, когда мы говорим об одном и том же, но говорим разными словами. И возникает, в общем-то, проблема такая. Ну, если хотите, терминологическая, может быть, она и культурологическая или вообще более такая широкая проблема. На самом деле, крестное знамение, вот я сейчас могу показать то, которое содержится у старообрядцев, ведь ровно точно такие же догматические идеи заложены вот в этот самый символ. Три пальца означают Троицу, Отца, Сына и Духа Святого. Два пальца означают два естества во Христе. Вот этот вот средний палец, он даже немножко изгибается, потому что он означает конкретно именно человеческое естество, которое пострадало, и вот немножко так, как бы, палец чуть-чуть сгибается. Когда совершается крестное знамение, другой вопрос, что вот если спросить меня лично, ну, я из старообрядческой среды, для меня очень такой знак дорог, и с точки зрения здравого смысла логики мне представляется, конечно, даже такое двоеперстие, но гораздо более ясным, потому что, когда мы совершаем крестное знамение, мы его ограждаем себя, совершаем на себе крест. А крест – это то, на чём был распят не вся Троица, а только, конечно, Иисус Христос. Когда мы говорим с православными людьми, то большинство людей, абсолютное большинство, оно вот соблюдает троеперстие. Ну, они точно так же это всё понимают. Просто, скажем так, мне кажется, что двумя пальцами это делается как-то более логично, более понятно, тут нет вопросов. Но беда-то здесь в другом часто возникает. Уж простите, если я чуть-чуть отклоняюсь от вопроса. К сожалению, на сегодняшний день в обществе очень не изжита агрессия. Она не изжита даже и в духовной среде. Мне очень часто жалуются, например, наши члены наших приходов, единоверческих или старообрядных, внутри русской церкви. Часто ведь приходится им бывать в тех местах, где нет храмов, вот именно соблюдающих старые обряды внутри русской церкви. Они приходят в обычный храм. Мы все православные люди, и по мере обстоятельств можем оказаться за границей, можем пойти к грекам, можем пойти к православным албанцам. К сербам, к православным арабам и так далее. Везде будут какие-то свои обычаи, везде нас принимают, и везде мы православные люди. Но вот в наших русских храмах иногда на двоеперстие можно сейчас слышать очень такую неприятную реакцию. Но мне представляется это от такого глубокого невежества и от агрессии. На сегодняшний день в русской церкви существует, по крайней мере, два таких общепринятых церковных уклада и богослужебных. Они одобрены священноначалием, многими соборами, не только от 1971 года, они одобрены практически всеми последующими соборами. И вообще-то дело чести и долга каждого православного христианина знать решение соборов собственной церкви и их соблюдать. А с точки зрения просвещения, наверное, обе стороны должны очень глубоко потрудиться. И старобрядцы иногда очень странные высказывания могут от них услышать. И точно такие же высказывания, не менее агрессивные и не менее невежественные, можно услышать и от людей, которые себя считают православными людьми. Это вот что касается догматов. Вторая сторона вопроса, я сейчас давайте немножко к нему... А я попрошу вас пока ответить на вопрос из Москвы, у нас звонок есть. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Москва, слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Вот как вы думаете, если использовать переводы и христианских, православных книг, и старобрядческих книг на понятные местные языки и сравнивать их, это не поможет ли культурному диалогу? Или вот есть препятствия, то, что, например, старобрядцы не допускают свою книгу? В чем вот тут трудности? Ведь Евангелие, оно одно, да? Скажите. Спасибо. Здесь очень много вопросов. Казалось бы, вопрос-то вот один, и даже, так сказать, не совсем сразу и понятно, как он сформулирован. Но если вдуматься, здесь очень много о чем можно говорить. Ну, скажем, приведу один простой пример. Очень многие проблемы были решены в одной общине, которая от старобрядцев, причем от беспоповцев, конкретно от поморцев, присоединилась, ну, уже довольно большое время назад, почти 30 лет назад, от поморцев русской зарубежной церкви. И сейчас мы находимся с ними в общении. Это община в городе Ире, в Соединенных Штатах Америки. Очень развитая община, прекрасная церковь, церковный дом, там, со всей инфраструктурой. Великолепная община. Потому что основана теми старобрядцами, которые приехали еще до революции, и они уже укоренились. Так вот, оказалось, что на сегодняшний день практически никто из них русский язык уже в сущности не знает, не владеет. Так что хорошо. В общем, славянский язык знают лучше, чем, вот именно богослужебные тексты понимают лучше, чем тексты такой светской литературы, там, газетный, например, язык, литературный язык. Они перешли на английский язык. С моей точки зрения, сделали совершенно здраво, потому что смысл церкви не в том, чтобы сохранять или консервировать какие-то обычаи, а в том, чтобы спасать людей, чтобы эта община могла иметь движение вперед. Община, которая имеет очень большое количество молодежи, и даже людей, которые приходят из внешней среды в эту общину и крестятся в ней, это такая динамично развивающаяся община. Знаете, вот очень многие моменты, они как бы и сами собой ушли. Потому что чаще всего это касается ведь разногласия, когда речь идет о разных редакциях текстов. Но что касается вот такого, по крайней мере, внешнего пафоса старобрядцев, ведь они стараются держаться именно вот за те тексты, которые вызвали такую, такую, ну, скажем, воинственную реакцию со стороны государства когда-то. Это память их предков. Это люди, многие поколения которых в течение, ну, 350 лет, возможно, отбросить эти вот последние, там, 50 или 80, когда, собственно говоря, старобрядцы так же, как и все остальные были в тех же условиях. Но вот этот период существования их в Российской империи, это далеко не всегда благополучное существование. То есть часто это просто нужно было выжить. Они находились вне, как минимум, вообще-то вне юридического какого-то пространства. То есть выздать документы о браке, о рождении мог только священник. Священник той церкви, которая была для них чужая. Это незаконно рожденные люди, отчасти имеющие какое-то серьезное под собой имущество. Нужно было передать своим детям. Это вообще страшнейшая трагедия. Не говоря уже о том, что периодически были и гонения, и откровенные гонения, и сидели люди в цепях, и в кострах горели. Далеко не всегда, как сказать, сами шли на эти костры. В общем-то, реально как раз чаще всего наоборот. И принуждали их к этому. А то и прямо сжигали. Это ужасная трагедия, которую сегодняшнему человеку трудно даже как-то и понять. И вот для них вот эти тексты, для них эти обычаи, для них эти обряды, они стали некой из такой святыни, пусть семейной святыни, но святыни, от которой они не готовы отказаться. И, в общем-то, не нужно от этого отказываться. Ведь суть-то, может быть, проблемы и весь трагизм состоит вот ведь в чем. Даже такие развитые и начитанные старобрядцы, они прекрасно понимают, знают церковную историю, что не существовал обряд в том форме и в таком виде, в каком он встречается на Руси в 17 веке. Когда пришел Христос, вообще не было, как сказать, христианских храмов и не было богослужебной традиции. Все это формировалось постепенно. В каждые века, в каждый период что-то в это внес свое. И на Руси это все менялось. И меняется, и будет меняться, и должно меняться. Это совершенно нормальное понимание того, что церковь развивается в соответствии с тем, что происходит вокруг нее. Другой вопрос, что очень важно в православном сознании место занимает священное предание. И можно было бы сказать так, что если в церкви что-то меняется, что-то изменяется, то должно происходить эволюционно, путем какого-то развития, постепенного изменения, заменения одних каких-то форм другими. Это, с этим невозможно спорить и невозможно с этим не соглашаться. Но иногда происходит то, что мы называем революцией. А всякая революция, это всегда несет с собой, вот понимаете, одно и то же, как вот в человеческой жизни. Когда церковное достояние Руси в 17 веке стали, ну, не просто попрекать, а, в общем-то, прокляли. Когда это подверглось и осмеянию, и надругательству, и издевательствам, вот это вызвало, и, с моей точки зрения, не могло не вызвать естественного протеста. Вот этого делать было нельзя. Это сейчас понимают, ну, все мыслящие люди в русской церкви. Поэтому решение собора 71-го года. Знаете, иногда говорят, что был такой вот период в 71-м году, ну, там какие-то, может быть, давления со стороны государства, не особенно свободное для церкви было время. Знаете, вот ведь практически почти в то же время, в 74-м году, тремя годами позже, то же самое сделала русская зарубежная церковь, уж которую находилась в свободном мире. И которая тоже пришла к осознанию тому, что в 17-м веке произошла совершенно ненужная трагедия. Пошло разделение в обществе. Солженицын однозначно выводил трагедию 17-го года из трагедии 17-го века. Это можно сейчас уже понимать. И зарубежная церковь пошла еще больше. У них была даже и попытка попросить прощения у старобрядцев. Очень трогательный текст, который, я думаю, что нам было бы нужно на своем сайте, как-то, по крайней мере, нашего центра, показать, чтобы это было достоянием сегодняшнего, так сказать, истории и сегодняшнего дня. Но зарубежная церковь смогла пойти на это. И было бы совсем чудно, если бы мы могли бы и всей полнотой русской церкви пойти на такой шаг, потому что осознать эту историю, вообще-то говоря, было бы полезно для того, чтобы двигаться вперед. Но было много такого предпринято, за что сейчас, может быть, было бы и неприятно читать, неприятно видеть эти документы, неприятно сознавать, что имели место такие факты. Другой вопрос. Можно ли на этом зацикливаться или нужно идти вперед? Вот на сегодняшний день кто за это должен отвечать? Предки тех, кто об этом и понятия не имеет? Мы живем в совершенно другое время и совершенно в других обстоятельствах. И у нас у всех, и у старобрядцев, и у неу старобрядцев, совершенно одни и те же проблемы и задачи. У нас рождается ребенок. Нам нужно, чтобы он вырос человеком с нашей системой христианских ценностей. Чтобы он дорос до того возраста, когда бы мог вступить в брак. И понимал бы, что такое брак. И понимал бы, что такое долг. И понимал бы, что такое долг перед супругом или супругой. Что такое долг перед родителями. И что такое за ценность вообще семья. Чтобы он до этого времени не стал алкоголиком или наркоманом. Или чтобы его где-то там не убили, не зарезали. Чтобы он вообще сохранил какую-то свою чистоту внутреннюю, духовную. И сохранил себя как христианин. Так это наши общие сейчас проблемы. Чем в этом отношении старобрядцы легче выглядят как-то выгоднее. Если бы им удалось сохранить свою среду, вот эти вот обитания, как бы сказать, деревни со своим бытом. В какой-то степени это можно встретить где-то, видимо, в Восточный Урал или на Урале. Имеется в виду Сибирь. И то, боюсь, что факты на сегодняшний день такие, что чаще всего и там уже произошла определенная симиляция. Мы совершенно в одинаковых условиях и совершенно одинаковые у нас проблемы. И сегодня многие вещи мы можем решить вот так, только осознавая это и плечом к лечу в соработничестве. Вот это мое глубокое убеждение. Отец Иоанн, к вам еще один вопрос из Кузнецка. Слушаем вас. Здравствуйте. Новый Кузнецк или Кузнецк? Кузнецк. Кузнецк. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Единоверцы православные или нет? Дело в том, что в нашем городе начинали строить единоверческий храм. Ну, мы туда ходили несколько раз, молились. Ну, нам как бы все там понравилось. А потом вдруг священник объявил этот храм раскольническим. И нам как бы строго-настрого запретили общаться вот с теми людьми, кто там служил. И вот до сих пор мы в таком замешательстве. Нам сказали, что они не православные. А вот, ну, где-то информацию какую-то мы не можем получить. Ответьте, пожалуйста, вот как в данной ситуации нам быть? Православные единоверцы или что-то это другое? Здравообрячество единоверия. Я конкретно знаю ситуацию именно в Кузнецке, поэтому я переспросил. Там очень неприятная ситуация, вот по всем моим, так сказать, ощущениям и пониманию. Дело в том, что, если сказать одним словом, разумеется, единоверцы – это православные люди. Разумеется. Разумеется. Без каких-то поправок и ограничений и так далее. Если священнику, отправящему архиерею, было дано такое поручение, благословление совершать богослужение в этом храме древним чином, а так оно и было. Он должен был вот это послушание и выполнять. А если ему пришло когда-то в голову, там, по каким-то обстоятельствам, что вот, может быть, это не так выгодно, или там какие-то другие обстоятельства пришли в голову. Кто-то ему, может быть, начал говорить какие-то еще совсем странные вещи. Такое может быть. Но в таких случаях нужно обращаться к архиерею. К архиерею должна обращаться паства. К архиерею должен обращаться священник. Вот, насколько я знаю, он больше не служит в этом храме. Вообще, судьба, конечно, очень печальная и очень неприятная. Потому что, если уж община создалась, а я знаю эту общину, и, в общем-то, сам приезжал в этот город, и участвовал в том восхищении, освящался камень в основании храма, все совершалось по благословению правящего архиереи, и все было совершенно законно. И все понимали, что храм православный. Знаете, беда в том, что, к сожалению, далеко не все священники сейчас имеют достаточное образование. Был такой период, когда нужно было заполнять храмы, когда нужно было вот выходить. Мы сейчас можем думать только о качестве проповеди, о качестве тех людей, которые нам проповедуют христианскую веру. Вот здесь какие-то произошли определенного рода сбои. К нам обращались люди из Кузнецкой общины, и мы писали письмо от лица комиссии. Митрополит Ларион Волоколамский обращался. Нам было сказано, что проблема может быть решена. Но она может быть решена самыми разными способами. Может быть, было представлено какое-то другое помещение для единоверцев. Наверное, это дело конкретного случая. Дело в том, что, может быть, для них более скромное помещение могло бы быть использовано. Это смотря, насколько велика эта община, и в каком районе она находится, и есть ли там какой-то другой православный храм. Это всегда можно видеть на местности. Но суть дела это не меняет. Разумеется, все старообрядные, не старообрядческие, старообрядные или единоверческие приходы, которые находятся в Русской Православной Церкви, это православные приходы, которые поминают своего правящего архиерея. А если возникает на этот счет какие-то... Иногда люди попадают к нам на службу, а к нам попадают все, кто желает. Хотят видеть, может быть, сознательно пришли, хотят видеть древнее богослужение. Вать случайно заходят. Но это первый показатель. Дожди сектини и посмотри, о кого там поминают. Если поминают там патриарх, а какой вопрос? Значит, это благословение священо начале Русской Православной Церкви. Почему нужно в каких-то коридорах, в каких-то там, я не знаю, где-то на кухне решать, решать такие вопросы, которые может решить и очень просто архиерея объяснить, что это православный храм? Или благочинный должен, по крайней мере, это все людям объяснять? То есть, просто православный храм с древнерусской богослужебной традицией. С православным храмом с древнерусской богослужебной традицией. Вот хотите в это, так сказать, верите или хотите, нет, но когда-то все наши общие предки несколько столетий назад имели вот такую традицию. Но мы же от этого не отвергаем их и не считаем, что они были неправославными. И мои предки, и ваши. Вот любого слушателя, кто ко мне сейчас будет спрашивать, вот, пожалуйста, Сергею Радонежскому мы совершаем поклонение. Почему-то некоторые считают, что он молился как-то иначе. Он молился двоеперстием, и все греки, которые приезжали на русскую землю, для этого достаточно почитать не желтую литературу какую-нибудь, а достаточно почитать исторические источники, что видели иностранцы, когда они приезжали на Русь. Какие обычаи, какие правила. Профессура православных духовных академий однозначно подняла этот вопрос. Это проработан вопрос для каждого грамотного человека, для каждого человека, который когда-то пытался в этом разобраться. Другой вопрос, что наше сознание и наши поступки, и наше мышление очень часто, так сказать, питается от листовок, каких-то сомнительных изданий непонятно кем благословленных, непонятно. Сейчас время, когда каких-то таких настроений агрессивных очень много в среде православных. К сожалению, и у старобрядцев очень много, и у православных очень много. Иногда можно услышать совершенно такие мысли, вещи, которые в здравую христианскую душу, в голову вообще прийти-то не должны и не могут. Мы должны как-то, может быть, систему ценностей выстроить для себя совершенно ясную. Вот прежде всего мы все-таки христиане. Вот именно христиане в таком самом широком, в евангельском смысле слова. Вот это первое, с чем мы должны все свои поступки всегда сопоставлять. Вот как бы поступил бы Христос, как бы апостол, как бы они посмотрели бы на то или иное мое поведение, или те или иные мои действия. Вот уже во вторую очередь мы православные христиане. То есть христиане, которые хранят совершенно определенную такую традицию с четко прочерченным священным преданием, которое мы все считаем одной из великих ценностей, которые храним в церкви. Это богослужебная традиция, это святоотеческая традиция, это богословская и богослужебная, и культурная традиция, которая имеется в православии. А вот уже там в третью или в четвертую очередь, может быть, ну пусть в третью, мы уже там старообрядцы, или новобрядцы, или у нас грузинский обряд, или может быть сербский, или какой-то другой. Они, увы, тоже не столь одинаковые, как нам отсюда кажется. Но это уже действительно другая сторона дела. А то, что меня спрашивали, так это действительно православная община, которая имела своих спонсоров, которая имела своих энтузиастов. И надо сказать, что Кузнецк – это один из тех городов, где очень много старообрядцев. Там и до сегодняшнего дня существуют старообрядческие общины, но достаточно активные, живые общины. Весь этот регион, можно сказать, что одно из таких регионов, где очень распространено старообрядчество. Там было много желающих создать такую общину. Она имела начало. К сожалению, какое-то неверность просто ее погубила. Хочется думать, не погубила. Отец Анат, благодарю вас за ответ. И у нас еще один звонок, и буквально три минуты до конца программы. Слушаем Москву. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Дорогой батюшка, скажите, пожалуйста, вот у нас такая ситуация. Я внучка православной бабушки, которая вышла замуж за старообрядство. Когда моему папе было шесть лет, дедушка умер. Но мы сохранили добрую память о нем во всех наших поколениях. И ухаживаемся за могилами на Преображенском кладбище. И его, и его родителей, и бабушек, и дедушек. Вопрос, пожалуйста. И я пишу его имя и имена всех его родителей, и дедушек, и бабушек. Пишу в записочках, когда молюсь в православной церкви о покоении своих предков. Права ли я, или это грех? Спасибо. Ну, вам, если вы об этом прямо скажете священнику, как правило, вам ведь могут ответить отрицанием. То есть, строго говоря, во-первых, какие записочки, все-таки есть разница, подавать на проскомидию, на литургию, или просто поминать усопших. Но, в сущности, ведь церковь молится только за своих членов. Тот, который находится в состоянии раскола, церковь, строго говоря, по своей канонической практике молиться не должна. Другой вопрос, что именно конкретно старобрядным приходам, единоведческим, им такое право изначально при их создании давалось. То есть, если, например, приход, который молится по древним чинам, например, наш, мы никогда такой вопрос не задаем. Мы молимся за всех старобрядцев, о которых нас просят молиться. У нас есть на это благословление нашего священноначалия. Конкретно вот у этих приходов. Но, что касается других приходов, тут должны решать священники. Но, вообще-то, подавая такую записку, нужно сказать об этом прямо. Еще раз говорю, что с точки зрения церковных канонов, в церкви поминаются только ее члены. Живые или усопшие. Вопрос этот лучше решить, наверное, не за священным ящиком, а с настоятелем храма. С настоятелем храма, по крайней мере. С настоятелем храма, по крайней мере. Батюшка, и буквально последний вопрос в завершении программы. Могут ли представители старобрядческих согласий участвовать в богослужениях в Русской Православной Церкви? В богослужениях, в таинствах? У нас нет такого понимания, что мы кого-то не можем допустить к себе на богослужение. Собственно говоря, может быть, даже мне кажется, что на сегодняшний день, реально говоря, если о Российской Федерации, о нашей стране, то практически все приходы у нас почти миссионерские. Почти все приходы. То есть, мы вообще несем слово Христа тем людям, которые об этом часто ничего не знают. В таинствах Русской Православной Церкви те, кто состоит не в ней, где не состоит, принимать не могут. То есть, они не могут в русских храмах Православной Церкви причащаться, не могут исповедоваться, не могут принимать какие-то другие таинства, но не могут стать членами Русской Православной Церкви через тоже миропомазание и покаяние. Но принимать участие в богослужении могут. У нас нет такого понимания. Устарабляцов, кстати, к сожалению, есть. Они к своим богослужениям не допускают тех, кто не состоит в их сообществе. У нас такого нет. К нам, если приходит человек, значит, его Господь привел. Он, может быть, второй раз придет к нам. – Отец Иоанн, я благодарю вас за поучительную беседу. Благословите наших телезрителей. – Ну, помощи Божьей в посту хочется пожелать. Я думаю, что, может быть, в качестве такого резюме, мне хотелось бы прочитать, я просто специально возьму листочек. Мне не хочется, когда я цитирую Святейшего Патриарха, как-то что-то переврать или как-то иначе подать, чем то, что у него написано. Причем я приведу слова именно Святейшего Патриарха Алексея в данном случае. Потому что о том, что сама идея Центра, я об этом уже говорил, это непосредственно мы всем обязаны Святейшему Патриарху Кириллу. Он очень о нас беспокоится, очень о нас заботится. Это одно из его, как сказать, из продуктов его, да, детища его, так сказать, плодов размышлений. А чтобы показать именно преемственность, я бы как раз назвал несколько слов Святейшего Патриарха Алексея. Чадом Русской Православной Церкви нужно помнить, что древние церковные обряды составляют часть нашего общего духовно-исторического наследия, которое следует хранить как сугубую драгоценность литургической сокровищницы Церкви. Очень трудно что-то сюда добавить. Спасибо, отец Иоанн. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание к нашей программе, за вопросы. Прошу ваших молитв об Иере и Иоанне. И всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова